Доброе утро! Как обычно, довольно свежо и ветрено, честно говоря, вечером, понятное дело, прохладно, но всё равно нет такого ветра и как-то комфортнее, что ли. Тем не менее, я считаю, что наш отдых удался. У нас вот такой вид из нашей комнаты. Мы живём в небольшом домике, в точно таком же. И, как я поняла, на территории этого отеля есть всего два дома, две вот таких виллы с выходом к бассейну. В бассейном здесь огромное количество, практически нет людей, так как этот отель абсолютно новый. И, по-моему, даже официального открытия ещё не было, где-то ближе к Новому году планируют его. И иногда, когда мне надо было поработать, я сидела вот здесь, отсюда снимала свои сторис и в перерывах купалась в бассейне. Здесь, как видите, пляж и море отличное, тёплое, как чай. Я немножко сонная, пойду выпью кофе и продолжу болтать с вами. Сейчас мы приехали в городок, рядом с которым мы отдыхаем. Называется он Марсалам, и его построил один шейх 17 лет тому назад, после его смерти. Его сыновья не продолжили инвестировать деньги в этот курорт. И какие яхты. Сейчас идём на лодку. Неплохой такой контраст. И вода здесь прям такая бирюзовая-бирюзовая. И видно, сколько рыбок. И здесь миллионы. Так, Захарка. А ну-ка, Игнаш. Ну что? Захар. Ух ты. Ничего не видно. Захар. А где обещанная рыба? Деревка. Что за разочарование? Гламур вокруг вы уже видели. Я наслаждаюсь своим фэшн-дринком. Отвратительным кофе, но зато с красивым видом. Я как хорошая мать взяла с собой тосты, чтобы было что перекусить. Какие-то круассаны, воду. Ну а что поделать? Очень много разной живности. Ну, жалко, что я не рассказываю. Что, где. Причем ни на одном из языков. Ни на немецком, ни на английском. Девочки, расскажите мне не умнее. Знаете ли, что такое не цветное? Или это вода искажает цвет? Все равно интересно. Здесь уже очень глубоко. Мальчикам плавающий человек понравился больше, чем рыба и коралловые репы. К этим черепахам пристраиваются рыбки. И, по ходу дела, они что-то там съедают с их панцирями. Потому что практически на каждой черепахе был еще кто-то. А это рыбки-зебры. Мальчикам плавающий человек. Мальчикам плавающий человек. Музыка Очень понравилось, что постоянно была фурма, сливы Все время думала, что это груша А потом присмотрелась, муж говорит, что это что-то другое Оказалось, что это гуава Впервые в жизни что-то такое пробовала И в Польше продается сок из гуавы Он такой густой, очень сладкий Сытный, можно сказать А на самом деле это как что-то еле сладкое И немножко пряное, возможно она не зрелая Много гранатов, было вкуснейшее манго И мелон по-польски Дыня, вот Всем привет, мы уже вернулись домой Не могу вам помахать, потому что сижу в такой домашней атмосфере Попиваю кофеек Вся такая в серо-бело-синей гамме Кстати, вот костюмчик у меня из Асселира Я показывала вам его в новинках на осень Еще у меня из шерстяной серый Обожаю их И просто не вылезаю из них Мы приехали из отпуска И здесь так холодно, в них очень уютно И сейчас на сайте Асселира есть скидки Я оставлю вам ссылки на мои любимые костюмы Вот этот серенький И я собираюсь заказать себе еще и белый Более нарядный, очень практичный Но хочется чего-то такого, знаете, прям нежного Посмотрю еще на бежевые Я ими очень довольна И сейчас вот у меня есть час свободного времени Прежде чем я поеду с детками в садик Я хотела бы быстро перебрать свой гардероб Покажу вам организацию И также я ни разу не показывала вам Нашу систему хранения на чердаке У нас все так разложено по полочкам Все действительно организовано Там всякие сезонные декорации Господи, там даже есть мое свадебное платье Я не знаю, зачем Томок его привез из нашего старого дома Потому что у нас там, ну, практически пол свободного этажа под крышей То есть жить там невозможно Но зато хранить там можно пол жизни И Томок решил, что свадебное платье мне очень даже может понадобиться И теперь оно захламляет пространство в новом доме Чудесно И есть несколько таких вещей Я помню, что сначала меня это жутко раздражало А потом я начала отпускать ситуацию Точно так же, как неудачную стрижку Она меня очень злила Потому что я никак не могла научиться ее укладывать Получилось слишком коротко по моей вине Но как только через два дня я вообще перестала об этом думать Ну как бы, что я изменю? Не пойду же я наращивать волосы Они начали расти как сумасшедшие То есть, девочки, все в нашей голове Не зацикливайтесь на каких-то мелочах Которые могут очернить ваши будни Но которые по сути не имеют никакого значения Это, ну не знаю, я же себе неудачные виниры поставила Ну хорошо, обрезали слишком коротко Но отрастет И вы сами заметили, что уже волосы такие довольно длинные И я вот думаю, оставаться в этой длине как бы постоянно Или отращивать волосы где-то так, ну на 4 сантиметра длиннее сделать Пока что не важно И пойдем рассмотрим, что же у меня там осталось Из зимних вещей из прошлого года Поедем в Икеа, покажу вам, что мы купим Посмотрим, может есть какие-то новые звезды И, короче говоря, такой какой-то полудомашний влог Вы не поверите, вчера я сказала, у меня есть один свободный часок Я быстренько со всем разберусь Как вы видите, уже дневной свет Вчера до 2 часов ночи я разбиралась с вот этим всем Развешивала, раскладывала, все перемеряла Даже по несколько раз Чтобы понять, надо мне это или не надо И не мешало бы избавиться от 1-3 вот этих всех вещей Но, знаете, как это бывает, жалко, буду носить дома В общем, у меня вот такая организация Я сейчас подробнее все расскажу, покажу И вот здесь, в моем органайзере, у меня находятся чисто сезонные вещи То есть здесь только летние какие-то шорты, какие-то платьицы Которые я ношу там, не знаю, на пляж, сарафаны И мы приехали из отпуска, наконец-то все перестирала Более-менее аккуратно сложила И отнесу это все на чердак Здесь находится моя база Которая никуда не перемещается Рубашки, здесь нет никаких обновлений Кроме вот этой Вот Бенетон я показывала вам И рубашки у меня... А, еще из Зары, но она сейчас в стирке после вечеринки И здесь белые футболки Часть из них нужно просто выбросить Я этого делать не хочу Просто когда будет возможность, я докуплю и поменяю Но знаете, как белые футболки, они все выстирываются Они желтеют И я развесила таким образом, что здесь все с принтом Да, у меня не хватает сил разглаживать Поэтому, когда я уже беру футболку, то потом только глажу Если я начну все гладить, то я сойду с ума Здесь серые, здесь полосатые Это просто футболка, которую я ношу довольно редко Потому что она не ко всему подходит И здесь майки Это мои свитера И как бы много, да? Но подождите, секундочку Вот это вот свитера, которые я собрала в прошлом году И в этом кое-что докупила Это теплые, кашемировые И не каждый день их поносишь Даже если едешь в торговый центр, то все равно тебе жарко Массимо Дутти, Бенетон Массимо Дутти, Бенетон, Массимо Эсэлыра Костюмчик Эсэлыра О, вот он Очень-очень классный И что еще? Вот этот свитер Эсэлыра я тоже очень люблю С открытой спиной Он тепленький Видела, что есть в другом цвете хаки Тоже купила бы Массимо, решила оставить Многие интересовались, как же так Я несколько раз надела и собираюсь вернуть Я собиралась сдать, как бракованную вещь То есть эти вещи идут на утилизацию А не на продажу В Европе такое практикуют Можете сдавать, если вас что-то не устраивает Ну то есть это не возврат Это вот именно если есть фабричный брак Свитер скатывается Ну вы написали, что Сангора это как бы нормальная ситуация Поэтому я куплю машинку Буду его стричь или брить Или как там Вот это вот все домашние свитера Которые тоже не мешало бы просто отправить на пенсию И какие-то более спортивные Дальше Ну здесь у меня какие-то пояса Я уже показывала вам Вечерние сумочки Здесь я развесила все свои жакеты И спортивные кофты Так как они не помещались со свитерами Достала свое платье Из Зары Оно шерстяное И обязательно буду его носить Шерстяной костюмчик All We Need Очень-очень хороший Еще один купила бы себе Вот это мужики тоже два года Эти я купила в этом году Тоже в прошлом году Свитера они не вытягиваются Не переживайте за них, что они так висят Вот это все тоже старое То есть у меня здесь не так-то и много вещей Если я что-то покупаю Мне что-то нравится Оно классное по качеству То я ношу, ношу, ношу Вот этому свитеру я не знаю Года 4 наверное Здесь у меня брюки Кюлоты Черные скини джинсы Я не могу полностью от них отказаться Поэтому к некоторым нарядам все еще ношу Но примеряю какие-то более современные модели Скажем так Это футболки Которые я чаще носила летом Но вдруг понадобятся Домашняя одежда Это вот этот свитер Который я показывала из Asus Его никак не получается повесить А вот это все старые свитера Они очень теплые И я зачастую Между прочим, вы знаете Часть из них я вообще Даже сама не покупала Потому что вот этот мне присылали из Shein Ну как, я его сама выбрала Этот отдала мама Одному лет наверное 10 Я покупала его еще Ого-го, когда только приехала в Польшу Первый раз наверное И он очень теплый Я люблю надевать его куда-то в горы Когда едем куда-то вот именно в снег А здесь у меня летние костюмы Мне просто негде их хранить Поэтому они останутся висеть здесь И платьица какие-то нарядные Достала свою шерстяную жилетку И вот это платье Классная вещь Ну как-то после стирки Надеюсь мне удастся разгладить его Очень люблю вот этот костюм от Mango И видите в прошлом году купила И оказалось что в этом году Этот принт очень-очень модный И цвет до сих пор актуальный Кое-что еще в химчистке И здесь у меня какие-то джинсы Тоже светлые брюки Иногда даже зимой мне хочется надеть Что-то светлое Так что таким образом все разложила Красные брючки тоже не особо актуальны Сейчас поэтому убрала их в сторонку Но здесь белье Не буду вам показывать Спортивная одежда Все без изменений Пойдем посмотрим что у нас на чердаке Так как я говорила Он небольшой Но зато продуманный Тоже хорошо организованный Когда мы впервые сюда зашли Мы приблизительно прикинули Что бы мы хотели здесь видеть И вот это система хранения из Икеа Вы сами можете выбрать Какие коробки вам нужны И их также можно подписать У меня еще за этот год не дошли до этого руки И честно говоря Они наполовину пустые Дальше мой муж просто докупил В той же Икеа полку И вот такие контейнеры И здесь чего только нет Видите тоже есть шляпы И какие-то коробки И вот в таких коробках Давайте посмотрим что здесь Скорее всего новогодние игрушки Да я хорошо помню Здесь новогодний декор А в таких низких я храню летнюю обувь Или если это зимняя Вот здесь я знаю что у меня Какие-то ботинки И сейчас буду Не сейчас Наверное через два дня Мне нужно немножко отдохнуть От шмоток и от всего И я люблю разнообразие Я понимаю что есть минималисты И как бы окей Давайте жить мирно Здесь у нас сохнет стирка Там хранятся чемоданы Вот муж принес подушки Которые вы видели Все лето на террасе Вот здесь находятся Огромные контейнеры В которых тоже Всякая всячина И в том числе И какое-то теплое Не постельное белье А одеяло Нам подарили их на свадьбу Но под ними очень-очень жарко Мы всегда сразу разделяем Грязное белье На цветное и белое И здесь же у нас Находится котельня И прачечная Котельня здесь была Запланирована изначально Я говорила об этом На детском этаже Есть отдельная стиральная машина Так как когда-то детки вырастут И они сами будут себе стирать И здесь мы проводим Такие грандиозные стирки То есть здесь мы стираем Постельное белье Какие-то куртки И нам сказали Что лучше не покупать Стиральную машину И сушилку два в одном Потому что она не слишком Хорошо выполняет И те и другие функции Если у вас есть Такая стиральная машина Два в одном То поделитесь как вам Нас почему-то Подговорили на Две вот эти вот отдельные И мы выбрали Технику Siemens Не знаю Доверяем им И у нас кстати Посудомойка тоже Siemens И мы не так часто Пользуемся сушилкой На самом деле Мне почему-то нравится Развешивать У каждого Свои прибамбасы И кстати Я не знала о том Что вот такие сушилки Они как бы Освежают вещи То есть Они не обязательно Приводят вещи Из мокрого состояния В сухое Просто Если хочется Что-то освежить Убрать какой-то запах То забрасываешь И она тоже с этим справится Здесь же находится Наш принтер Так как мы Вдвоем у мужа Отдельная фирма И у меня Нам постоянно нужно Что-то печатать И это такая машина Которая забирает Много места Отправила ее Сюда Здесь же какая-то химия Здесь же Стоит утюг Который мы пользуемся Он на такой тележке Из Икеа Это очень удобно Гладильная доска Это все можно расставить На самом деле Ну как-то Мы так привыкли И муж говорит Что здесь будет Его кабинет И забыла сказать Что после разбородероба Всегда есть какие-то вещи От которых хочется избавиться Но я никогда Ничего не выбрасываю У нас есть семьи Которым мы отдаем вещи И после мальчишек И также девчонки Подростки Невысокие Такие как я С удовольствием забирают все Поэтому у нас Ничего не пропадает Приветик Я тут супер домашняя И как порядочная жена Буду встречать Мужа из командировки С пирогом На самом деле Я давно планировала Сделать морковный пирог Но вы ему этого не говорите Итак Что нам сегодня понадобится Это такой тортик Пирог Я на самом деле Буду все это готовить И просто решила Включить камеру Поэтому Тараплюс 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 Как обычно Мука Морковь Я изначально все Натерла Видите У меня мелкая терка Ананас Я все ингредиенты Еще раз напишу В инфобоксе Просто буду рассказывать Что я делаю Ананас Я перетерла Вот этим блендером Решила не нарезать У меня здесь Греческие орехи Я тоже все это Измельчила Измельчила Не перетерла А измельчила Блендером Кокосовая стружка Уже готова У меня была Сахар Мука И яйца Яйца Комнатной температуры Я еще не знаю Сколько теста У меня получится Поэтому я приготовила Несколько форм Но вы уже в итоге Увидите Какую я буду использовать Так И начинаем взбивать Теперь Когда яйца В таком состоянии Начинаем добавлять Сахар Причем Выбирайте Мелкий сахар Или сахарную пудру По рецепту Вообще-то 200 грамм Но я беру 150 Когда у вас Все хорошо соединится Начинаем Добавлять Подсолнечное масло У меня 150 миллилитров Я такой Тоненькой Струей Буду наливать Его В наше Будущее Тесто И продолжать Взбивать Разогреваем Духовку До температуры 150 градусов И теперь Вот сюда Добавляем Орехи Морковь Ананас И Кокосовую стружку И аккуратно Все потихоньку Перемешиваем Получилось что-то такое Теперь берем Отдельную Довольно Большую Миску Насыпаем Сюда 200 грамм Муки У меня Снова Закончилась Мука Теперь Так Берем Одну Чайную Ложечку Соды Полчайной Ложечки Разрыхлителя Видите У меня Загар Загар С этим Дурацким Браслетом Полчайной Ложечки Так Щепотку Соли Ложечки Буду Запекать Час В обычном режиме При такой температуре Как я говорила 150 градусов Вот и готов мой морковный То ли пирог То ли кекс И это очень вкусно Он получился таким Сочным внутри Но из-за того что я выбрала Такую форму А не прямоугольную Мне пришлось запекать его Около полутора часа Где-то так И сейчас я уже вынуждена Бежать за детишками И не успеваю сделать крем Такая классная жена Из меня Поэтому когда приеду домой Покажу вам Чем я все это смажу А возможно и так оставлю Очень вкусное Без ничего Я тут подумала Что пока я вернусь домой Скорее всего Половина уже исчезнет Так как домик прилетит Это раз Во-вторых Я уже часть отрезала малышам Поэтому рецепт крема Я напишу в инфобоксе Дайте остыть тесту Потом аккуратно Разрежьте его Пополам И вот этот крем Накладываем Потом складываем кекс обратно Еще сверху можете намазать А я скорее всего Так оставлю В форме хлеба Это очень вкусно Обязательно попробуйте рецептик